Вы мне объясните, как вы в гаражах-то оказались? Вы находитесь на маршруте. Почему водители маршруток прячутся от инспекторов в гаражах? Ну, нам объяснили, какие качества должны быть у героя. Нельзя его любить слишком сильно, надо ему эти неприятности делать периодически. Границ нет. Дети-сценаристы и взрослые актеры готовят новый театральный проект. Петрозаводск-военный проект «Старый город» открывает новый цикл исторических программ. В эфире новости на телеканале НИКО+. В студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. Сегодня в Петрозаводск прибыл заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев и замминистра промышленности и торговли страны Георгий Коломанов. В Карельской столице проходит очередное заседание Госкомиссии по подготовке республики к столетнему юбилею. За круглым столом федеральные и республиканские чиновники обсудили насущные проблемы карельской промышленности, поговорили о моногородах, промышленных парках и инвестициях. Как сообщил заместитель секретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев, здесь есть что обсудить. Тем более, что юбилей республики не за горами. Надо признать, что сложным вопросом для республики пока остается фактическая реализация инвестиционных проектов. В плане отчетности вроде бы все у нас в порядке. Так, правительством республики внешний эконом-бал были представлены 85 инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в муниципальных образованиях республики. Однако удовлетворяющих требованиям банка из них меньше, чем пальцев на одной руке. Это я вам ответственно заявляю и говорю. Дальше слов, к сожалению, пока у нас дело с вами не идет, коллеги. Доходит сегодня до абсурда, когда имеется возможность выделить на проект деньги, а я вам официально заявляю, так оно и есть. А документы на него подготовить не могут. Нам необходимо поговорить более подробно, честно. Полагаю, что по итогам нашего совещания будет решение. Чем завершился разговор федеральных и региональных чиновников в следующем выпуске новостей. Водители маршруток прячутся от проверяющих. В эти дни в Петрозаводске проходит операция «Автобус». Это совместный рейд сотрудников госавтоинспекции, налоговой и Ространснадзора. Сегодня проверяющие приехали на конечную станцию на улице Кемской. Однако некоторые водители, увидев людей в форме, с маршрута свернули. Что делал в гаражах водитель, который должен быть на линии, выяснить не удалось. Но не удалось и уйти от проверки. Проверили все. Документы, лицензию, техническое состояние автомобиля. Давайте аптечку, пожалуйста. Аптечка, хорошо, до 2016 года. Обнетушители. Вот, пожалуйста. Таскать? Да, покажите. Пожалуйста. Сотрудники налоговой проверяют наличие билетов. Это документ финансовой отчетности. Ространснадзор следит, чтобы в каждой маршрутке были данные о водителе, владельце маршрута и информация для пассажиров. Требований к перевозчикам немало. Но те, у кого все в порядке, в гаражах не прячутся. Если машина в порядке, что нам, нарушения не делаем, что, не боимся и все, работаем. Самое распространенное нарушение – это отсутствие огнетушителей, отсутствие аптечек, отсутствие знака аварийной остановки. Как правило, документы у водителей в порядке. Иногда бывает, что и забудут дома. Средний штраф за несоответствующее техническое состояние – 500 рублей. Не часто, но в ходе проверок были выписаны и более крупные штрафы. В случае, когда на линиях работали машины без свидетельства о техосмотре. За это юридическое лицо штрафовали на 50 тысяч рублей. В целом же, как отмечают проверяющие, автопарк Петрозаводска заметно обновился. И техническое состояние машин в большинстве случаев отвечает всем требованиям. Жаль только, что нельзя привлечь к ответственности за грязь в салоне или грубость водителя. А ведь именно такие жалобы чаще всего поступают от пассажиров. Как узнать правду друг о друге? В эти минуты в Национальном театре Карелии начинается спектакль проекта «Границ.нет». Роли в нем исполняют актеры трех петрозаводских театров. А пьесы для спектакля написали подростки. В своих произведениях они рассказали о проблемах, которые их волнуют. Любовь, взаимоотношения с родителями, воспитание характера. Спектакль пройдет только сегодня. Актриса театра драмы «Творческая мастерская» Валерия Ломакина, исполнительница роли девочки Лены в спектакле «Променяемую маму» в этом проекте выступает как режиссер. Репетиции происходят прямо в холле. Времени экстремально мало, используют каждую свободную минуту. В руках две пьесы, написанные подростками. Характер и любовь не в тему. Меня удивило, что дети пишут совсем не детские пьесы. Мне было интересно. Автор пьесы «Характер» проориентировщика Дениса. Всех секретов работы выдавать не стал. Признался, переписывать пьесу пришлось много раз. Ну, начали писать пьесу. Ну, нам объяснили, какие качества должны быть у героя. Нельзя его любить слишком сильно. Надо ему эти неприятности делать периодически, чтобы он из них выкарабкивался. Ну, и ты какие неприятности создал своему герою? Можно не говорить. Другое дело репетиции. Здесь авторы и актеры в постоянном диалоге. Автор очень много смеялась и говорила, да-да-да, вот так, да-да-да, вот так. Зачастую даже решение спектакля, оно само подталкивает к короткому сроку. Потому что как только ты понимаешь ключик, понимаешь, как решить, все, дальше одно на другое ложится, и процесс идет очень быстро. Уходите сюда, назад, назад, назад. Назад и смыхайте в центре опять. Вот, вот так. Безграничным оказалось желание поучаствовать в проекте для актеров трех театров. Национального театра «Творческая мастерская» и театра «Ат Либерум». Каждому из актеров за три дня необходимо было подготовить несколько ролей. Пользу от проекта «Границ.нет» преувеличить невозможно. Подростки, благодаря театральной поддержке, смогли рассказать о том, что их волнует. А театр получил возможность привлечь новых зрителей. Билеты на спектакль проекта «Границ.нет» решено было сделать открытыми. При получении билета в кассе, при желании, можно положить в этот ящик любую сумму. Все собранные средства пойдут в фонд имени Арины Тубис для помощи тяжело больным детям. Билета в кассе уже нет, но средства, пусть и немного, мы все-таки пожертвуем. Как зимовать будем? Об отоплении, газе и электричестве. О том, без чего невозможно сегодня представить современный быт, пойдет речь в очередном выпуске программы «Карельский капитал». Давайте поговорим о карельской экономике, но не сухими цифрами статистики, а понятным и доступным каждому языком. Зима не за горами. Что ждет Карелию в этом отопительном сезоне? Почему снова болевыми точками на карте республики стали Сегежа и Суаярви? Я как раз хочу понять, чья это зона ответственности, с кого здесь нужно спрашивать. Вот я сейчас вас пытаю, да, простите, а может быть и вопрос это и не к вам. Ну, к нам все равно вопросы, хотим мы этого или не хотим. Мы в любом случае должны реагировать и должны отвечать за то, что происходит на территории республики. Хотя прямых полномочий по организации теплоснабжения уже лет 15, как на уровне региона, на уровне регионального правительства нет. А еще газ. Перебои с поставками могут возникнуть вновь. Как будем зимовать? О самом важном спросит Марина Кабатюк в программе «Карельский капитал» сегодня в 19.30 на нашем телеканале. Петрозаводск в годы войны. В этом году Карелия отмечает 70-летие освобождения от финской оккупации. Новый выпуск программы «Старый город» станет первым в цикле передач, посвященных военной истории Петрозаводска. Осенью 41-го года Карелия была оккупирована финскими войсками. Главной целью захватчиков стал Петрозаводск. Именно за столицу Карелофинской республики шли самые ожесточенные бои, в которых погибли тысячи советских солдат и офицеров. Их останки до сих пор находят в окрестностях города, а память о них живет в сердцах потомков. Смотрите новый выпуск программы «Старый город» уже завтра после выпуска новостей. Несколько СМИ, в том числе и наш телеканал, накануне выдали информацию о назначении Алексея Галкина на должность исполняющего обязанности главного судебного пристава Карелии. Соответствующий приказ действительно подписал Артур Парфенчиков. А вот информация о том, что новый руководитель является мужем пресс-секретаря главы республики Вероники Галкиной, не соответствует действительности. Супруг Вероники Галкиной на самом деле является заместителем министра юстиции в карельском правительстве. А новости на сегодня все. В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин